ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макияжем и без макияжа, но все-таки все мы прекрасно понимаем, что для известной женщины, красотки прийти вот так вот ко мне в гости вообще без капельки грима, это своего рода смелый поступок. Спасибо тебе огромное. Я уже в 17 лет нашла ту технику, которая мне тогда начинающему журналисту, которого, кстати, не красили гримеры, то есть у меня не было такого, что я приезжала, меня готовили к кадру, я сама должна была как-то себя приготовить. Эта техника не мое ноу-хау, она существовала, но просто я стала ее использовать. И она уникальна тем, что, а, это очень быстрое нанесение макияжа, б, самое экономное из всего возможного, ни одна кисть и ни один спонж не помогут так сэкономить, как ручки-то, вот они. У нас пальчиковое нанесение косметики. Абсолютно любую косметику, начиная от тона, тени, помаду, даже пудру, можно наносить и нужно наносить пальцами. Это сэкономит время, сэкономит саму косметику, и, главное, косметика будет гораздо дольше держаться, потому что от соприкосновения кожи с кожей происходит гораздо более полноценное и более ровненькое нанесение этих самых теней или любой другой косметики. Я сейчас в тоне, я нанесла тон, но только нанесла его, опять же, пальцами. Я все прекрасно понимаю, что ты говоришь, что касается тонального крема, пудры, тут да, большая площадь, наляпать можно, тут как бы все понятно. Но речь идет о выразительном взгляде, ведь мы знаем, когда мы наносим праздничный макияж, здесь очень важно сакцентировать свое внимание. Либо на глазах, тогда губы не нужно делать столь выразительными, либо на губах, но сегодня мы сосредоточимся как раз на этом звездном сияющем взгляде. А ты, обладательница, очень выразительный глаз, и зачастую просто невозможно оторвать моих глаз от этой твоей области. Но как можно руками здесь все правильно нанести? Это же такая тонкая работа. Нанечка, сейчас прямо научу красить глаза, учимся делать выразительные глаза с помощью наших пальцев, с помощью подушечек пальцев, причем предлагаю показывать и на себе, и, возможно, есть еще в зале желающие как-то научиться этой технике. Я даже не сомневаюсь. Прямо здесь. Кто хочет под руководством Даши освоить эту уникальную пальчиковую методику нанесения макияжа на глаза? Поднимите руки. Ага, Дашунь, ну у тебя есть выбор. Вот мне всегда очень сложно. Ну, девчонки, а кто без макияжа вообще? Есть даже кто двумя руками. Так, ну давайте вот двумя руками, значит, очень хотите. Вы в зеленом, я вижу, что на вас тоже макияжа нет. И давайте рыжеволосую, бестью во втором. А, то есть ты брюнетку, блондинку и девушку с рыжими волосами для того, чтобы доказать, что макияж можно пальчиковым методом для всех типов красоты, да? И сегодня я еще и выбрала универсальные тени, которые подойдут всем присутствующим и всем выбранным мною девушкам. Я думаю, что будет даже интересно посмотреть, как они заиграют. И каждая из девушек получает целый набор, необходимый для этого мероприятия. Пожалуйста, мы попросим нашего помощника все вынести. Дашенька, я звусь, пожалуйста, что необходимо для того, чтобы дома справиться с этой техникой самостоятельно. Я как поклонник минимализма, я считаю, что косметики должно быть немного. И вот самое необходимое для такого красивого макияжа, это вот такой вот набор тенешек. Светлые тени, среднего оттенка тени и темные. Насыщенные. Для того, чтобы сделать максимально выразительный взгляд. Итого, нам нужны три тенюшечки, есть тушечка и абсолютно необходимый объект. Это гигиеническая помада. К глазам она, конечно, не имеет отношения, но благодаря тому, что мы придадим губам такой вот сочности блеск, наши глаза еще сильнее заиграют. Ну и, разумеется, пальцы. Руки должны быть чистыми. Девочки, смотрите за мной, повторяйте. Я обещаю вам, что максимум за 10 минут ваши глаза станут яркими, выразительными, красивыми. Приступим. Открываем тени указательным пальцем, набираем самый светлый оттенок. Всю подушечку пальца спокойно вот так вот намазываем. И наносим эти светлые тени на все подвижные верхние века. И даже чуть-чуть заводим выше. Начиная от уголка глаза, растушевывая, наносим. То есть мы захватываем подвижную часть века и чуть-чуть выше. Это как основа получается такая, да? База под все остальное. Больше всего и активнее всего мы наносим светлые тени вот на эту часть. Вот я даже пальчиком наношу вот так, чуть-чуть вверх. Приподнимаю. Вот эта часть должна быть максимально у нас такой светлой и перламутровой. И уголок. Затем средним пальцем мы набираем более темные тени. Всю подушечку пальца. Их мы наносим на вот эту треть глаза, которая начинается у нас в серединке. Условно разделяется верхняя века на три части. Самый уголок у нас максимально светлый. Вот эта серединка чуть темнее. Затем вот этой же средненькой, средний палец и средняя тенишечка, мы можем вот здесь вот чуть-чуть выделить. Видите, вот там, где заканчивается подвижная часть века, вот эта точка. Если ей добавить чуть-чуть темненького, вот именно на этой точке, у вас глаз будет и взгляд будет еще выразительнее. Мы не растираем тени, мы их вбиваем. Легко-легко постукиваем. А, кстати, вот я, наблюдая со своей подругой, которая профессионально делает макияж, заметила, что даже когда она делает это кистью, набрав определенное количество теней, она вот на таком спонже или на салфетке слегка пробует, сколько теней попало на кисть. А если пальцем, то то же самое. То есть сперва попробовать, насколько интенсивный будет цвет на спонже, если есть лишнее, убрать и только потом навека, чтобы там лишний раз не вытирать, если вдруг вы много набрали. У нас сейчас получились светлый, совершенно светлый перламутровый глаз вот в этом уголочке, чуть более темные тени нанесены на вот эту часть глаза и на вот эту вот точечку, которая отвечает за глубину взгляда. И теперь у нас остался самый темный цвет. Его мы набираем мизинчиком для того, чтобы он был максимально тоненький и рисуем птичку в самом уголочке глаза. Что это за птичка в уголочке глаза? Раскрой секрет птички. Эта птичка, это фактически вот ставьте один пальчик в самый уголок. Это и есть ваша птичка. Просто ее потом, в зависимости от того, как вы любите, вы можете чуть-чуть растушевать. Я люблю чуть-чуть по линии роста ресниц тоже проводить темненькие. У тебя очень способные ученицы, они не отстают, прям вдохновенно работают. Знаешь, вот есть руки-ножницы, да, а есть пальцы-кисти. Сейчас уже стало ясно, что пальцы-кисти это здорово, потому что экономия. Ведь хорошие кисти сейчас стоят просто бешеные деньги. Так еще идет экономия не только кисти, идет большая экономия самого материала. Кистью ты всегда набираешь больше и теней, и тонального крема, чем хотелось бы. И тоже понятно, почему разные пальцы. Указательный палец все-таки подушечка самая большая и активный он достаточно. Самая большая площадь макияжа, затем средний для небольшой площади и мизинец, ювелирная работа. Вот самая тонкая кисточка была бы. А тут кто любит снизу подвести, Дашуня? А вот здесь есть как раз маленькая хитрость. Это все тот же мизинчик. Мизинчиком, боковой стороной касаетесь самой темной тенюшечки. Получается самая тоненькая полосочка у вас. Вот она. То есть это даже не подушечкой, а боковой стороной. И наносите вот сюда, вниз, на самый уголок нижнего века. Несколько прикосновений. В принципе, всегда нехорошо, когда нижнее веко красят какой-то очень четкой стрелкой. Это всегда зрительно уменьшает глаз. А вот когда это уже автоматически растушеванная получилась полосочка, при этом она тоненькая. Сейчас я сделаю все то же самое на втором глазу. Вот моя птичка. Я люблю чуть-чуть делать здесь интенсивнее эту птичку и проводить такую как бы уже растушеванную стрелочку по росту ресниц. Боковую поверхность мизинца можно использовать и для того, чтобы сделать стрелочку по всему росту ресниц. Это уже как кто любит. Итак, Нашенька, ты уже с 17 лет пользуешься такой техникой нанесения макияжа. Но откуда же тебе стало о ней известно? Неужели ты сама как-то случайно пальцем мазнула и поняла, что красиво? Ты знаешь, есть у гримеров, у профессионалей, они даже проходят курсы, это так и называется, пальчиковая техника нанесения макияжа. Но я поняла всю ее ценность тогда, когда я смогла краситься на съемку, находясь в машине, которая ехала там с какой-то скоростью. А я при этом, вы же понимаете, насколько сложно кистью и как себе можно ткнуть в глаз. А когда ты делаешь это пальцем, то вот едет там машина, а ты сидишь и уже раз, два, три, четыре, и через несколько минут ты уже не заспанный какой-то журналист, а вполне себе свеженький и хорошо накрашенный журналист. Так, я заканчиваю, у меня последние штрихи и затем тушь, которая сделает взгляд максимально выразительным. Итак, тени уже нанесли. Следующий этап тушь? Да. Дашуня, ну если ты такой экстремал, можешь за 10 минут нанести макияж, как ты вообще относишься к преображениям, каким-то ярким образом в своей жизни? Тебе нравится? Я имею в виду внешне, внешне. Обожаю. Это вообще, по-моему, одна из основных черт и характера моего, и моих всех образов и телевизионных, и киношных. Я, собственно, и пошла в то же кино и на телевизион, потому что мне все время нравится меняться, мне все время нравится подбирать какие-то новые и виды макияжа, и одежду, и прически под то настроение или под тот жизненный период, который есть. Ну это же здорово, это, по-моему, самое интересное, что может быть, все время меняться. Ну, знаешь, не все эксперименты заканчиваются удачно. У тебя что-нибудь такое было? Да. Да? Наверное, мне было года 22-23, я работала на одном небольшом канале, вела программу, и у нас был салон, который нас обслуживал. Ведущих. И в этом салоне у меня сожгли волосы. Мы просто нанесли краску и забыли вовремя смыть. И сожгли их так, что у меня действительно отпадали пряди. И такой вот этот робкий какой-то там, то ежик где-то был, то еще что-то. И мне пришлось постричься очень коротко. У меня была такая мальчишеская стрижка. Ну, это тоже было достаточно интересно. Я так думаю, что для нанесения туши мы все-таки используем кисточку, которая там есть пальцами. Ты никогда не пробовала? Не пробовала. Ну, естественно, никто не запрещает сочетать такую методику нанесения макияжа пальцами, например, с кисточкой для подводки. Потому что если хочется стрелку, а зачастую это очень яркая часть праздничного звездного макияжа, то стрелочку подводкой, гелевой, например, все-таки кисточкой лучше наносить, пальцем тут не тыкать. Конечно. Последний жест очень короткий, очень простой. У нас дневной макияж, поэтому если хотите накрасить губы помадой, то лучше использовать пастельные неяркие оттенки. Кстати, я знаю, что многие гримеры тоже наносят гигиеническую помаду пальцами. У нас макияж, где основной акцент на глазах выразительных, результат впечатляет. Мне даже отсюда видно, как преобразились девчонки. Вот ты довольна ученицами своими? Очень довольна. Я даже отсюда вижу, вообще какая красота сидит. Глядя на то, что происходило, и девушки, которые сами себе сделали макияж пальцами, и те, кто рядом за этим наблюдал. Хотелось бы узнать, вот кто для себя эту методику запомнил и будет таким образом наносить макияж на глазки. Я буду. Практически все. А мне еще знаешь, какой момент понравился? Это же легкий массаж. Кстати, да. Да? Что тоже очень полезно и приятно. Дашенька, спасибо тебе огромное за этот урок. Привет, Ютуб. Понравилось это видео? Тогда комментируй его, делись им со своими близкими. И подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого нового.